Делиться информацией, конференция традиционно дает возможность не только рассказать о новостях интенсивной терапии, но и рассказать о своих данных. На наш взгляд это очень важно. Будьте приверженцами этого и дальше. А коронавирус? Что коронавирус? Вот мы в 12 часов, а все еще на работе или уже на работе. В Питере тоже, к сожалению, достаточно все пока серьезно по этому вопросу. Большое количество госпитализированных и высокая летальность. Впереди всех интенсивная терапия с востока на запад. Видите, у коллег. Да и у нас тоже от 15, вы видите, аж до 60 процентов. Вот в эту четвертую или мы уже сбились со счета пятую волну. Летальность высокая. Ну и, конечно, у нас тоже серьезные цифры. Больных стало больше и летальность стала больше. Ну и мы не можем быть удовлетворены происходящим. И, конечно, несмотря на меняющиеся рекомендации, новые схемы, новые подходы рекомендуемые, все равно стараемся искать что-то новое, дабы улучшить результативность нашей работы, интенсивной терапии этих больных. Ну и вот такой новый вектор нам дал анализ тех пациентов, которые, прежде всего, к нам попадают и, к сожалению, погибают у нас. Что это за пациенты такие? Это, к сожалению, возрастные пациенты, это пациенты с артериальной гипертензией, другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом. Впрочем, это и в популяции наиболее частый такой вариант плохого прогноза у пациента с новой коронавирусной инфекцией. Что же этих пациентов объединяет? Конечно, кардиологи, терапевты легко ответят на этот вопрос. Это так называемая эндотелиальная дисфункция, которая уже достаточно часто звучит и в реанимационном обиходе применительно к бактериальному сепсису. Ренессанс этой темы отметился еще в 2016 году и вот уже 5 лет. Вал публикаций по поводу эндотелиальной дисфункции как при бактериальном, так и при вирусном сепсисе мы констатируем не только за рубежом, но и у нас эксперты, авторы исследуют эту тему. Естественно, и коронавирус не обошел стороной эту проблему. Если в первых рекомендациях мы видим очень аккуратное упоминание о роли эндотелия в этом патологическом процессе, то теперь в 13-х рекомендациях достаточно четко написано, что эндотелиальная дисфункция является центральным звеном патогенеза и формирует органную дисфункцию, мешая нам работать, мешая достигать результатов интенсивной терапии. Достаточно подробно изучены механизмы формирования эндотелиальной дисфункции у вот этих больных с коронавирусом. Достаточно хорошо изучено сейчас патогенез формирования органной недостаточности, ее поддержание резистентности к проводимой терапии. Ну и есть такой вопрос остался, который не совсем пока ясен. Что же с этим делать? Ну что делать, что делать? Вот на наш взгляд первое, что важно, что мы говорим про эту эндотелиальную дисфункцию у ковидных пациентов. И вот я взял один из примеров, планшетку с предлагаемыми к изучению факторами, позволяющими охарактеризовать эндотелиальную дисфункцию. Их в том числе следует изучать и у коронавирусных больных, как это показывает в том числе и наша практика. Мы видим, что показатели гомоцистеина, П-селектина и другие показатели коррелируют с тяжестью состояния пациентов, коррелируют с прогнозом, а также являются некими преддикторами эффективности той традиционной терапии, которую мы применяем. Но вместе с тем, вот эти, скажем так, косвенные факторы оценки эндотелиальной дисфункции не могут ответить на наш взгляд на очень важный вопрос. Вот этот уровень, например, гомоцистеина, другой фактор, повышенный в данный конкретный момент у данного конкретного пациента, это символ эндотелиальной деструкции, дисфункции, или это всего лишь мера ответа эндотелия на тот патологический процесс, в который он вовлекается. На наш взгляд, более удачными методиками изучения эндотелиальной дисфункции, которые пришли и в нашу клинику, были бы методы прямого изучения слущенного эндотелия. Мы используем проточный цитофлуометр, окрашиваем эти эндотелиоциты CD146-ми и считаем их в потоке достаточно точно, специфично и чувствительно, предсказывая тяжесть состояния пациента, его прогноз, а также эффективность проводимой терапии. Несколько слов сегодня я об этом обязательно скажу. Ну что с этим делать, с этой самой эндотелиальной дисфункцией? Что может помочь эндотелию? Ну, конечно же, иммунобиологическая терапия. Вопросов нет. Применение иммунобиологических препаратов, направленных как на циркулирующие интерлекины, так и на рецепторы к ним, конечно же, приводит к коррекции исходно повышенной эндотелиемии. Эти данные я тоже продемонстрирую. Детоксикация – это отдельный пласт, очень мощный, активно нами использующийся. И я считаю, во многих местах достаточно недооцененный. Взять даже 13-е клинические рекомендации. К сожалению, абзац про детоксикацию так там и не скоррегирован по отношению к начальной версии. А ведь это мощный вариант, который позволяет разорвать такие, к примеру, моменты, как провоспалительный и прокоагуляционный каскад, чему не способствуют иногда даже антикоагулянты. Но, впрочем, сегодня не об этом. Мы обратили внимание еще на одно направление вот этой эндотелиопротекции. И мы, конечно, далеки от мысли о том, что мы можем влиять на скорость репарации эндотели, но сохранить его вполне в наших силах. Почему мы так думаем? Наши коллеги, наши учителя не так давно опубликовали в журнале «Общая ренематология» интересную статью о том, как субстратные антигипоксанты, технология достаточно простая, у экспериментальных животных с черепно-мозговой травмой позволили, и это достаточно четко показано, профилактировать эндотелиальную дисфункцию экскраниально, то есть далеко противодействие вторичному повреждению эндотели. Аналогичные данные получили другие наши коллеги, используя другой субстратный антигипоксант «Фумарат». И здесь вы видите опять экспериментальных животных, их миокарб в постгеморрагическом периоде, и вот настолько разные и морфологические, и функционально кардиомиоциты в контрольно-исследуемой группе. Похожие данные получили и мы. При геморрагической гипотензии эти данные мы уже также демонстрировали. Это легкие животных, подвергшихся тяжелой кровопотере. И здесь, в посттрансфузионном периоде, вы видите, насколько различается морфология самих легких, насколько выражены некробиотические изменения там. Забегу вперед. И функция, естественно, отличается, ну и микроцентролитурные изменения здесь также налицо. Понятно, что субстратные антигипоксанты способны влиять на септический процесс, корригируя такие проблемы, такие важные направления, как иммуновоспалительный синдром, интоксикационный синдром, ну и также гипоксические проявления. И в этой и других подобных работах в клинике уже показывают, как вот этот триумбират позволяет повлиять суммарно на выраженность органной дисфункции, ну и, соответственно, длительность госпитализации, количество осложнений, ну и, естественно, летальность. Эти и другие работы дали нам оптимизма еще в первую волну этого коронавируса заняться изучением субстратных антигипоксантов, и вот в частности реамберина, препарата, содержащего субцинат, в клинике больных с новой коронавирусной инфекцией. В чем идея работы? На очень раннем, предваряющем этапе, применив этот самый субстратный антигипоксант, способствовать непрогрессированию органной дисфункции, ведь, что греха таить, сформированная органная дисфункция дает пациенту с новой коронавирусной инфекцией очень мало шансов. Мы потихоньку набираем данные, часть из них мы уже опубликовали, в том числе и журнале «Общая ремонтология». Теперь у нас уже 52 пациента. И вот те данные, коротенько, что мы получили. Ну, интересная разница и быстрая была получена в вопросах газообмена. Вот так уже на 18-20 час после начала инфузии субстратного антигипоксанта различается оксигенация, различается уровень гипоксимии в контрольной и исследуемой группе. Логично различается и артериовенозная разница по кислороду и по углекислому газу. Коррекция интоксикационного синдрома, иммуновоспалительного синдрома и вот этих вот нарушений газообмена закономерно приводит к быстрой стабилизации и кислотно-основному состоянию. Что с коагуляцией? В этой представленной группе все пациенты в силу разных причин получают нефракционированный гепарин, и поэтому АЧИТВ с учетом новых знаний о ограниченности этого показателя у больных с коронавирусной инфекцией и все же, особенно это показательно, как интересно, в артериальной крови различается на фоне начала инфузии гепарина уже на восьмой час постинфузионного периода, что вместе вкупе с более быстрой коррекцией гидрофибриногеномии и вот интересными полученными данными по сохранению уровня тромбоцитов на фоне инфузионной терапии, дают определенный оптимизм, коррекция и коагуляционных нарушений. Что касается эндотелиоцитоза, тех данных, о которых я говорил в самом начале, это новые данные, мы их пока еще нигде не демонстрировали. Вот здесь, на этом слайде, пациенты не блокированы исходно. Вот здесь, видите, контрольно-исследуемая группа у нас по уровню эндотелиоцитоза пока исходному уровню отличается несколько, но ничего, больных мы набираем, возможно, эти показатели будут сходными в дальнейшем, но, тем не менее, контрольная группа имеет эндотелиоцитоз гораздо более скромный, чем исследуемый, и, тем не менее, на фоне применения субстратного антикипоксарта вы видите, насколько быстро происходит коррекция этого показателя в интервал должных величин. Замечу, что этим интервалом при использовании вот этой технологии определения эндотелиоцитоза является 3 на 10 в пятой лейкоцитов, вот 5 таких клеток. Значит, вы видите, что дальше происходит в исследуемой контрольной группах. На четвертые и пятые сутки уровень эндотелемии в контрольной группе начинает превышать, в том числе и достоверно, исследуемую группу. Блокирование пациентов иммунобиологическими препаратами закономерно отразилось на эндотелиоцитозе, и вы видите, исходно повышенный его уровень достаточно быстро коррегируется. Но, коллеги, на четвертые и пятые сутки, а мы знаем, что это предвосхищает, на четвертые и пятые сутки мы видим значительный прирост эндотелиоцитоза в контрольной группе, тогда как в исследуемой он находится в пределах должных величин. Немножко о клинической эффективности. Да, пока у нас достаточно мало пациентов, всего 52 человека, и не удалось получить пока достоянных различий по летальности их. Вот 6 и 7 случаев вы видите. Но получена хорошая такая достоверная разница по риску развития тромбоэмболических событий, айбина, эпизодов эшемии миокарда и тела, что в целом влияет на длительность пребывания пациентов в реанимации. Ну и напоследок скажу следующее. Коллеги, заканчивая лечение коронавируса, вы только начинаете лечение коронавирусного больного. Сейчас к нам предъявляются все новые и новые требования. И реабилитация, которая начинается уже в реанимации, ставит перед нами новые совершенно задачи. Это и коррекция эндогенной интоксикации, и коррекция миокардиальной дисфункции, коррекция энцефалопатии, особенно у пожилых пациентов, повышение их мобильности и другие моменты, которые крайне важны для того, чтобы эта реабилитация была успешной. Ну и, положа руку на сердце, конечно, коллеги, мы должны сказать, признаться себе, что эти задачи мы и так часто выполняем с помощью использования субстратных антигипооксатов. Думаю, коллеги, что, конечно, поиск вот этих новых направлений в лечение коронавирусной вот этой заразы должен быть продолжен. Почему? Потому что, ну, практика показывает, проблема требует постоянного изменения отношений. Ну, на этом у меня все. Огромное спасибо за внимание и с удовольствием.